В последнее время все чаще можно услышать малознакомое слово WorldSkills. Это международное движение, целью которого является повышение популярности рабочих профессий. Родиной WorldSkills принято считать Испанию, ведь именно там в 1947 году впервые прошли соревнования рабочих специальностей. В 2012 году к движению присоединилась Россия, в том числе и Краснодарский край. 16 января на Кубани на базе 25 профессиональных образовательных учреждениях края стартовал второй региональный чемпионат WorldSkills. Это национальный этап конкурса среди молодых специалистов в рабочих профессиях. Славянский электротехнологический техникум не случайно был выбран в качестве площадки для проведения чемпионата по компетенции малярной и декоративной работы. В 2015 году именно на базе техникума в рамках развития движения WorldSkills молодые профессионалы был создан специализированный центр компетенций по малярно-декоративным работам. Наш центр занимается подготовкой участников, то есть мало того, что мы готовим своего участника, именно нашего технику, мы отвечаем за развитие компетенции в регионе во всем, во всех техникум, которые принимают участие в этой компетенции. Студенты техникума показывают хорошую профессиональную подготовку и действительно высокие результаты на конкурсах. Всё это определяется серьёзным уровнем подготовки, который обеспечивает педагогический коллектив учебного заведения и возможности материально-технической базы. У Вероники Скоробогатовой студентки третьего курса за плечами участие в четырёх чемпионатах WorldSkills. Благодаря победе в региональном этапе в прошлом году по компетенции малярной и декоративной работы и по итогам отборочного тура в Тольятти, Вероника вошла в расширенный состав национальной сборной. По словам студентки, участие в движении WorldSkills позволило ей обрести уверенность в себе и в успешности дальнейшей карьеры. В жизни они, конечно, нужны. Также можно и работать где-то с этими знаниями. Также можно у себя и дома сделать. То есть этого лишнего не будет. Я сама выдумываю, стараюсь, оцениваю. Раз эксперты, значит неплохо, если места занимаю. Чемпионат WorldSkills длится на протяжении трёх дней. Каждый день участников ждут два конкурсных испытания. Им предстоит показать свои умения в клейке обоев, фреске, декорировании различных поверхностей и в других малярных работах. Площадки, где проходят соревнования, закрытые. Отвлекать участников от занятия нельзя. Это жёсткое условие чемпионата. Иначе ребят могут дисквалифицировать. Посторонних людей к ним тоже не подпускают. Вот в таких непростых условиях состязаются пять студентов из учебных заведений края. Среди них и наша землячка, студентка техникума Виктория Рудик. По вышесказанным причинам пообщаться нам с ней не удалось. Но её преподаватель характеризовал её как очень талантливую ученицу. Когда Вика только пришла в техникум, поступила, был отбор среди 25 человек. Вика была лучшей из лучших. И потом она принимала участие в отборочном чемпионате перед региональным. Я заняла, скажем так, пятое место, попала в пятёрку лучших. И теперь борется за место в национальном чемпионате. Соревнования завершатся 21 января. А результаты чемпионата станут известны 26 января. В ходе торжественной церемонии закрытия. Победители регионального этапа WorldSkills отправятся на соревнования национального чемпионата. Молодые профессионалы. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».